В последние несколько лет отлаженное производство Electronic Arts выдает по новой части Need for Speed четко раз в год. А как помнят многие, подобные темпы производства сиквелов в свое время сгубили другую замечательную гоночную серию – Test Drive. К счастью, Electronic Arts почти ни разу не снижала планку качества. Однако после появления спорной демо-версии Carbon многие геймеры засомневались, не промахнется ли американское издательство на этот раз. Вздохните спокойно, не промахнулось. В игре действительно есть почти все то, что нам обещали. Плюс ко всему были учтены и исправлены многие ошибки Most Wanted. Но обо всем по порядку. Как и ожидалось, сюжетная линия Carbon продолжается там, где заканчивается действие Most Wanted. Главный герой возвращается в свой родной город и сталкивается с крупными неприятностями, ведь банда местных стритрейсеров не очень-то рада его появлению. Конечно, затравка очень банальна, однако это в любом случае интереснее, чем просто нарезать круг за кругом без какой бы то ни было сюжетной мотивации. К тому же видеороликов в Carbon существенно больше, чем в Most Wanted. Тем не менее, на будущее хочется дать Electronic Arts один совет – делать историю более динамичной. Затянутые словесные перепалки гонщиков утомляют очень быстро. Разрекламированные гонки в каньонах, о которых велось так много разговоров, безусловно, удались лучше остальных режимов. Первое время сложно привыкать к поездкам по загородным трассам. Освещение на дорогах практически отсутствует, а повороты не подсвечиваются огромными неоновыми стрелками. Плюс ко всему, шансов улететь на дно каньона более чем достаточно. А вот дорога оттуда всего одна – рестарт. Однако уже через несколько заездов понимаешь – вся соль как раз в повышенной сложности игры. Сильно проработана система поведения противников. Ситуация, когда соперник все четыре круга болтается далеко позади, а потом в считанные секунды нагоняет игрока, не возникает вовсе. При этом оппоненты стали намного умнее. Они умело вписываются в повороты, используют нитро и не забывают срезать дорогу при первой же возможности. Правда, не все компьютерные гонщики настолько смышлены. В каждом заезде участвуют всего один-два лидера. Остальные же противники довольно тупы. Когда большая часть сюжетной линии будет пройдена, сложность игры резко возрастает. К счастью, на помощь придут напарники. Вернее, появляются они и раньше, однако пользу приносят не сразу. Но со временем помощники смогут за считанные секунды расчищать трассу от надоедливых противников. Возможно, кого-то огорчит тот факт, что исчез дрэк-режим. Зато любители дрифта точно возрадуются. Их любимое развлечение не только вернули обратно, но и существенно доработали. Отныне начисление очков напрямую зависит от скорости и угла, под которым машина проходит поворот. Плюс ко всему позволяется промчаться в дрифт-режиме по ночным каньонам. Музыкальное сопровождение «Карбон» получилось весьма неоднозначным. Эксклюзивно написанная для игры музыка теперь звучит намного чаще, не в пример Most Wanted. Правда, подборка треков порадует лишь любителей электроники, а поклонники рока и рэпа скорее останутся разочарованными. Действительно интересных композиций этих жанров практически нет. К сожалению, разработчики до сих пор не позволяют нам любоваться собственными подвигами после прохождения трасс. Куци и фотомоут не заменят полноценных реплеев. К тому же, вместо того, чтобы сохранять скриншоты в отдельную папку, игра пытается присоединиться к серверу Electronic Arts и разместить их там. Плюс ко всему сделать действительно красивый скриншот непросто. Камера держится на небольшом расстоянии от машины и эффектно запечатлеть, например, борьбу с оппонентом очень тяжело. В целом, мы получили ровно то, чего и ожидали. Electronic Arts не ударила в грязь лицом, но и шедевра не сотворила. Разработчики который раз доказывают, что сделать хорошую игру меньше, чем за год, реально. Но для создания стопроцентного хита таких сжатых сроков явно недостаточно. Когда это поймет и руководство компании, мы получим игру, которой не жалко будет выставлять 10 баллов. А пока что перед нами просто добротная гонка. Не больше и не меньше.